Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карапахская сага». Мы выбрали для иллюстрации вышесказанного фрагменты из биографии четырёх любимцев Петра. Излечения даны из нашей адаптации текста. Из него читатель легко увидит, что автор придерживается официальной, императорской точки зрения. Граф Фёдор Матвеевич Апраксин. 1722 года. В мае месяца граф Апраксин сопутствовал Петру Великому в персидском его походе. Цель всего похода состояла в том, чтобы возвести снова на персидский престол, лишённого онова тамошними бунтовщиками Шаха Гусейна, восстановить торговые сношения с Персией и присоединить к России некоторые, обилующие шёлком и другими произрастаниями персидские провинции. Российское войско, отправившееся в Персию, состояло из 45 тысяч человек. Пехота везена была через Каспийское море, а конница шла сухим путём, пробираясь по Кавказским горам. Граф Апраксин находился главнокомандующим над флотом и вместе над всеми войсками. Следствие сего похода было одно только взятие Дербента. Которого городоначальник, не желая выдержать осады, при приближении российского войска вынес ключи самому государю. 23 августа того же 1722 года Пётр Великий не простирал далее своих завоеваний. Потому что суда, на которых вновь везли съездные припасы, сели около Астрахани на мель. И что провианта осталось тогда на один только месяц в армии, без всяких притом средств к получению оного. Возвращаясь в Астрахань, вслед за государем граф Апраксин в первых числах октября претерпел жестокую бурю, продолжавшуюся около четырёх суток. Из Астрахани прибыл он в Москву в начале 1723 года. Как мы видим, Бантыш Каменский уделил в биографии Апраксина персидскому походу всего лишь один абзац, в который он чётко изложил высочайшее одобрение в начале 19 века государственную точку зрения. Пусть современный квалификационный читатель не удивляется в противоречности сформулированных целей, а также озвученным причинам его внезапного окончания. Ведь ему было наверняка известно, что в российских собраниях хранятся походные журналы за 1702 и 1723 и последующие годы. Но для внешнего употребления уже через 90 лет после похода Петра было удобно излагать события иначе. Князь Василий Владимирович Долгоруков, один из самых способных и, что немаловажно, честных сподвижников Петра I, князь Василий неоднократно назначался на различные командные должности в оккупирационных войсках за Кавказья. Один из самых способных и, что немаловажно, честных сподвижников Петра I, князь Василий неоднократно назначался на различные командные должности в оккупационных войсках за Кавказья. Был любим Петром, но не мог смириться с воровством некоторых его фаворитов и примкнул к сторонникам царевича Алексея. Князя сослали в Целикамск, но через 7 лет Петр вернул ему свободу и взял на службу с понижением в чине до бригадира. Он был направлен императором в Закавказье слушать под командованием генерал-лейтенанта Матюшкина. Вскоре Петр I скончался. 1726 года, февраля 13-го, императрица Екатерина I возвратила прежний генерал Аншевский чин и ордена князю Василию Владимировичу Долгорукову и пожаловала его главнокомандующим над российскими в Персии войсками. Персидский шахт Ахмасиб не соглашался прежде вступать в негацию над заключенной между Россией и портой о Персии трактат. Трактат сей заключен был в Константинополе 12 июня 1724 года, но через российского резидента Неплюева и верховного визря Ибрагима Пашу. Но в марте месяца того же 1726 года возобновил переписку с Россией, обещал прислать своего посла для соглашения о том трактате, почему и военные действия со стороны России были тогда прекращены. Инструкция при его отъезде заключала в себе согласие Ее Величества уступить шаху не только провинции Минздорон, и Астрабат, но даже и Гелян, если он удовлетворит российский двор и других его требованиях. Как мы видим, Бантыш Каменский оперирует сведениями инструкции данной государыне и главнокомандующему в Закавказье, из которой следует, что она была готова отдать Мазандиран, Астрабат и даже Гелян ради каких-то уступок для России. Основной уступкой, которой добивалась от Персии Россия заключалась в признании русско-турецкого договора о разделе персидских владений Закавказья. Но именно этот трактат ни один персидский властитель так и не признал. На деле все ограничивалось уступкой двух провинций, которые контролировались российскими войсками только на бумаге. В тексте этого злополучного русско-турецкого трактата, но вернемся к труду Бантыш Каменского. Князь Долгоруков отправился в Персию в апреле месяца 1726 года, а 21 февраля 1728 года отозван ко двору под предлогом приключившиеся ему болезни. Естественно, болезнь была лишь предлогом. Князь спешил в столицу, где Петр II пожаловал его в генерал-фельдмаршалы. Смерть юного императора и воцарение Анны Иоанновны привели к очередной опали князя. Почти 10 лет он скитался по местным заключениям. Василий Владимирович вышел на свободу только после восшествия на российский престол своей крестницы, дочери Петра I Елизаветы Петровны. Она возвратила ему все награды чины и ордена. Почти 60 лет Долгоруков служил верой и правдой стране, дважды подвергаясь суровой опали, но сумел удержаться в правящей элите и оставил в памяти потомков только хорошие воспоминания. Граф Александр Иванович Румянцев Граф Александр Иванович был в ближайшем окружении Петра I с юных лет. Он был моложе царя примерно на 5 лет и состоял в его потешных войсках. Позже он участвовал во всех Петровских кампаниях. 1722 года сопутствовал его величеству во время персидского похода и в исходе того же самого года, ровно как и в начале следующего, находился в Казани при строении морских судов, за отделкой которых он имел главное осмотрение. Ему было поручено подготовить флотилию для экспедиции в Баку, во время которой матюшкин должен был высадить с этих кораблей десант и после бомбардировки штурмом взять крепость. В том же году, 1724 сентября месяца, будучи награжден от императора за внесенные им труды чином генерал-майора, отправлен он в характере чрезвычайного посланника в Цирьград с ратификацией российского двора на заключенной июня 12-го того же года с портой атаманской о персидских делах трактат. Как французский в Константинополе посланник маркиз Дебанак весьма участвовал в постановлении сего договора, но румянцев и уполномочен был тогда от государя возложить на него знаки ордена святого Андрея Первозванного, украшенные бриллиантами. Как мы видим, Петр Первый поручал румянцеву такие важные дела, как извещание Константинополя о ратификации крайне важного для России договора. Доверяли ему и его преемники. В том числе и Петр Второй Алексеевич, несмотря на то, что именно румянцев вместе с Толстым способствовал трагическому возвращению его отца-царевича Алексея в Россию. По восшествию на престол императрицы Екатерины Первой в начале 1725 года Александр Иванович Румянцев получил повеление ехать из Царьграда в Персию для разграничения земель с Турции. 1726 года января 6-го пожалован кавалером ордена святого Александра Невского, а 1727 года июня 26-го в царствование императора Петра II генерал-поручиком. В том же году, декабря 12-го, генерал-поручик Румянцев заключил при деревне Мабур запись с турецким комиссаром Дервишем Магометом Огой о размежевании на 18 часов езды от Дербента через деревню Гуджа, горы Салибур и прочих селений до старой деревни Юрт. Таким образом, чтобы места к морю по сей линии лежащие доставались во владение российского государства, а горы, примыкающие к шмахе в покровительство порты Атаманской 1728 года в феврале месяце, получил он повеление принять у генерал-фельдмаршала и князя Василия Владимировича Долгорукова начаться над российскими войсками в Персии находившимися. В 1730 году дозволено было ему приехать в Москву и присутствовать в Верховном Тайном Совете по реляциям из Константинополя, получаемо. Барон Петр Павлович Шафиров При императрице Анне Юаневне продолжались дипломатические сношения с Персией на предмет подписания мирного договора. Персия продолжала настаивать на незаконности захвата России при Каспийских территориях. В 1730 году августа 23-го барон Шафиров отправлен был в Гелиан полномочным министром вместе с генералом Левашовым. Императрица Анна Юановна такое имела к нему доверие, что поручила ему не только трактовать о вечном мире с шахом персидским, но еще и заключить он и на выгодных, безопасных для России условиях. Барон Шафиров прибыл в Гелиан 4 апреля 1730 года, а в последующем году, января 1921-го, постановил врящий вместе с генералом Левашовым между Российским государством и персидским шахом Тахмасибом трактат, коим возобновлена была прежняя обеих держав с их взаимной дружбой и согласией. Равно как и уступлены России Персии завоевания у ней провинции, в замену чего Испаганский двор сделал разные выгоды российской торговли. По возвращении из Персии Шафирова декабря 7-го 1732 года, пожаловал он тайным советником. Решетский договор, подписанный Шафировым, по сути содержал признание о незаконном захвате персидских территорий, гарантировал возврат всех оккупированных земель, кроме Баку и Дзербента. А также давал обещание возвратить и их, когда ситуация в Персии нормализуется. Далее Бантыш Каменский сформулировал официальную и естественно удобную для власти причину возвращения земель, завоеванных самим Петром Первым. В глазах общественного мнения это нужно было оправдать. По трактату 732 года Россия возвратила Персии, завоеванную у нее Петром Великим провинцией, коим содержание было гибельно для народа и убыточно для государства. Испаганский двор обязался в замену доставить со своей стороны разные выгоды торговли российской. О том, какие это были выгоды, можно прочесть в заключенном в это время торговом трактате с Персией. Как мы видим, Бантыш Каменский разбил все закавказские дела приблизительно на несколько временных отрезков и удачно упомянул о них в биографиях четырех видных деятелей эпохи Петра Великого. Продолжение следует.